Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артем и сегодня в обзоре у нас Kinetic Extra 2, это Zyxel, многофункциональный интернет-центр, роутер. Посмотрим на что же способно данное устройство. Вообще какие требования пользователь сейчас предъявляет к построению беспроводных сетей у себя дома? Во-первых, это четкий и уверенный сигнал, во-вторых, это поддержка 5 ГГц диапазона и в-третьих, это высокоскоростной стандарт Wi-Fi AC. Все это здесь есть, здесь 4 антенны, как вы видите, достаточно мощные, здесь есть отдельный USB порт для подключения туда 4G LTE модемов, либо принтеров, в общем фишек очень много. Давайте смотреть все это подробнее. Коробочка выглядит вот таким вот образом, здесь перечисляются все основные особенности, а именно это поддержка AC стандарта 5 ГГц, мощность антенн, можно подключать сюда IPTV приставки, в USB порт можно подключать USB диски, принтеры и тому подобное. Ну и основные фишки еще перечисляются на обратной стороне. Еще мы можем сюда докупить отдельный модуль, который позволит подключать сюда DECT трубки, DECT телефоны. Можно также дополнительно еще докупить модуль, который позволит подключаться по стандарту ADSL, если вам нужна такая особенность. В общем фишек очень много. Здесь есть встроенный торренд клиент, VPN сервер и так далее. Сам девайс упакован в вот такую вот коробочку. Здесь у нас подробнейшая инструкция пользователя, как что настраивать, как что делать. Все на русском языке, все подробно, понятно и с картинками, если вы вдруг не знакомы с подобными девайсами. Далее патч-корд. Блок питания. Верхняя часть корпуса сделана из белого пластика. Она на ощупь рифленая, пластик не глянцевый. Так что на нем должно собираться минимум пыли и минимум отпечатков пальцев. По бокам перфорация для охлаждения. Она достаточно большая, так что перегрева у девайса не будет. Антенны можно расположить как вам угодно. Их четыре, и они обеспечивают уверенный уровень приема сигнала. Устройство очень компактное, в белом цвете. Наклеечка здесь, которая находится, ее можно убрать, если она вам не нужна. Здесь располагается функциональная клавиша, например, VPN режима для сопряжения с другими девайсами. Индикация. С этой стороны USB порт и кнопка Function, на которую можно дополнительно навесить какие-либо опции. Здесь у нас резиновые ножки, возможность установки на стену и порты. Все они 100 мегапитные. Гнездо питания и перезагрузка. Вот так выглядит сам девайс. По-моему, очень симпатично, очень компактно. Заэксел Кинетик Экстра 2 построен на базе платформы Mediatek MT7628N. Чип работает на частоте 575 МГц и 128 МБ памяти на борту DDR2. Поддерживается, соответственно, скорость по Ethernet до 100 Мбит. Скорость интернета через USB LTE модем до 150 Мбит. Скорость в диапазоне 802.11n 2.4 ГГц до 300 Мбит в секунду. И скорость по беспроводной сети по стандарту 802.11ac 5 ГГц до 867 Мбит в секунду. Теперь тесты. Для начала я проверил скорость проводного интернета. У меня подключен тариф на 50 Мбит. С этим заданием Заэксел Кинетик Экстра 2 прекрасно справляется, как вы видите на скриншоте, выдавая полную скорость моего тарифного плана. 57 Мбит на скачивание и целых 94 Мбит на отдачу. Наличие четырех антенн действительно делает свое дело. Уровень беспроводного сигнала стабильно высокий. На расстоянии более 10 метров на получение и передачу данных выходит более 60 Мбит в секунду. Проверял с помощью смартфона Asus Zenfone 2. С поддержкой Wi-Fi стандарта AC. Несмотря на мой тариф в 50 Мбит, реальная скорость передачи данных очень часто бывает больше. Но это уже специфика моего провайдера. Так что проблем с построением беспроводной сети у себя дома у вас не возникнет. Можно уверенно воспроизводить любой медиаконтент по воздуху, без тормозов и различных фризов. Так что скачиваете какой-либо фильм на USB диск, подключаете и по DLNA расшариваете на свой, например, телевизор. Для того, чтобы проверить скорость работы по локальной сети, я подключил к USB порту интернет-центра диск Seagate GoFlex на 500 ГБ. После этого диск будет отображен в вашей локальной сети как общий ресурс. Скорость передачи данных составляет 10-10,5 Мбит в секунду, что практически полностью загружает 100 Мбитный канал передачи данных. 100 Мбитная сеть, напомню, может передавать до 12 Мбит в секунду. Так что если вы задействуете встроенный в роутер торрент клиент трансмишн, он полностью раскроет скорость тарифного плана интернета в 100 Мбит в секунду. Мы убедились, что со скоростями здесь все отлично, теперь посмотрим на фирменную прошивку Zyxel. У Zyxel Kinetic Extra 2 очень много полезных опций и возможностей, причем они соответствуют более дорогим интернет-центрам от компании. Чтобы перейти к веб-интерфейсу, наберите в адресной строке браузера my.kinetic.net. Рассмотрим основные возможности и фишки. На странице системный монитор в разделе системы расположена основная статистическая информация о подключении, о типе этого подключения, статусе беспроводных точек доступа на 2,4 и 5 ГГц. Тут же можно увидеть все подключенные USB устройства. Все кабели, которые подключены в данный момент к Zyxel Kinetic Extra 2, визуально отображены в виде картинки. Если вдруг что-то случилось с кабелем, то вы сразу же это увидите. В разделах маршруты и соединения, соответственно, отображены актуальные маршруты и соединения. Список беспроводных Wi-Fi клиентов, то есть тех устройств, которые сейчас подключены к Zyxel, отображен в соответствующем разделе. USB устройство содержит список подключенных USB накопителей, модемов и сетевых принтеров. USB накопителем можно управлять в разделе накопители. А если вы используете специальный USB модуль для подключения по технологии ADSL, то вам будет полезен раздел USB DSL. Следующая страница называется интернет. В разделе подключения можно увидеть все подключения к интернету и к другим сетям, а также расставить приоритеты между подключениями. Функция будет очень полезна, когда вы используете два провайдера одновременно. Также можно настроить, чтобы система пинговала два интернет-провайдера и в случае обрыва сети у одного провайдера автоматически переключала канал на резервного провайдера. Все это настраивается в разделе пинг-чек. Все остальные опции отвечают за подключение по протоколам IP-OE, PPP-OE и VPN. Также поддерживается 802.1x и провайдер кабинет. Также незабытые беспроводные протоколы 3G и 4G. И подключение к провайдерам интернета по беспроводу WISP 2.4 и 5 ГГц. USB DSL отвечает за выбор технологии DSL, если вы ее используете в данный момент. Можно выставить ADSL2, 2+, или VDSL. При наличии у вас белого IP-адреса можно будет подключаться к вашему интернет-центру за Excel удаленно через интернет. Если белого IP нет, то опять же не беда, есть другие варианты подключения извне. Далее я покажу вам, как это все организуется. Раздел «Прочие» отвечает за DNS-сервера, статические маршруты и пропуск PPP-OE-соединений. На странице «Домашняя сеть» можно посмотреть на список устройств, которые подключены к сети. Сеть можно разделить на сегменты, если вам это нужно, а чтобы использовать при этом внешний DHCP-сервер, нужно зайти в раздел «DHCP-ready». Раздел «Igmp-прокси» отвечает за настройку IP-телевидения. Далее страница «Сеть Wi-Fi». Здесь собраны все параметры, которые отвечают за беспроводные сети 2.4 и 5 ГГц. Все от ключа сети типа защиты и стандарта Wi-Fi. Настраивается именно здесь. А если требуется контролировать беспроводные сетевые подключения с помощью проверки MAC-адресов, то и тут проблем нет. Страница «Безопасность» позволит настроить правила перенаправления портов и адресов. Тут же можно управлять и параметрами сетевого экрана, а также службами SkyDNS и Яндекс.ДНС. Эти службы смогут отфильтровать нежелательный и опасный трафик. Например, можно легко ограничивать доступ к опасным ресурсам для ваших детей, когда они активно используют интернет, то есть задействовать что-то вроде родительского контроля. Страница «Система». В этой странице переходим на «Параметры» и здесь можно настроить файл подкачки. Если вдруг ресурсов системы не хватает, чтобы работать со всеми запущенными службами. Чуть ниже находится кнопка обычной перезагрузки роутера, а далее уже кнопка сброса настроек по умолчанию. Очень удобно, что вы можете установить только те компоненты прошивки из AXL, которые вам действительно нужны. Все установленные компоненты, а также обновления находятся в одноименной вкладке «Обновления». Чтобы увидеть список всех компонентов, просто нажмите на кнопку «Показать компоненты». Вкладка «Режим» поможет выбрать один из четырех режимов работы за AXL Kinetic Extra 2. Это интернет-центр, адаптер, усилитель сигнала Wi-Fi и точка доступа. Чтобы переназначить действия функциональных кнопок на корпусе интернет-центра, зайдите в раздел «Кнопки». Если требуется отключать проводную и беспроводную сеть, то можно задать удобное вам расписание в соответствующем разделе. Последняя страница приложения отвечает за сетевые службы роутера. DLNA, FTP, TorrentClient, сеть Windows. А чтобы разрешить удаленное управление через смартфон, благодаря специальному приложению MyKinetic, зайдите в раздел «Облачная служба». Если у вас нет так называемого белого IP-адреса для доступа к настройкам роутера через интернет, то вам поможет раздел «KinDNS». Как вы видите, прошивка Zyxel Kinetic Extra 2 очень удобна в управлении и предоставляет очень много возможностей на уровне более дорогих интернет-центров от Zyxel. Все вкладки открываются мгновенно, никаких долгих загрузок, лагов в отрисовке интерфейса не замечено. В итоге мы получаем стабильную работу устройства, уверенный Wi-Fi сигнал с двумя диапазонами 2.4 и 5 ГГц и, конечно же, Wi-Fi стандарта AC. Через USB можно подключать диск, флешку, USB принтер, модуль ADSL, а также 4G LTM AD. Если у вас есть потребность развернуть DECT-телефонию, то и такая возможность тоже есть. И все это при стоимости около 3600 рублей. На этом я заканчиваю обзор. Обязательно подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте, посещайте мой сайт, подписывайтесь в Инстаграм, вступайте в группу ВКонтакте и не забывайте делиться роликом с друзьями в социальных сетях. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!